Всем привет! Всем здравствуйте! Сегодня у меня очень будет важная новость, потому что сегодня я буду прощаться с общажным холодильником. Достаю из него все свои продукты. Пока-пока, общажный кухонный холодильник. Последний раз взглянем на мою полочку 202-206 блока. Буду сейчас разгребать, искать там свои продукты. Где-то они мне там зачесались в дебрях. Достаем здесь мои продукты. Все это я уношу в свою комнату. Все мои соусы, томатные пасты. Обязательно достаем из морозилки. Немного, но тоже есть продукты. Собираем продукты в пакетик и выносим. Но вы же догадались, почему. Ну слушайте, все-таки достаточно много в нем было продуктов, оказывается. Ну, у вас в нем все было в морозилке, ну и соусы по бокам, и все. А причина, а причина-то моей радости. Вот она. Новый холодильник в комнате. Наконец-то. Ксюша два месяца прожила в общежитии. И только сейчас это чудо появилось у меня абсолютно новое. Заказала я, купила, потому что я уже замучилась, если честно. Это было невозможно пользоваться холодильником, где очень мало места. Постоянно бегать туда. Теперь у меня он в комнате. Он есть. Смотрите. Ну, это место как для него. Я, конечно, сейчас еще не знаю. Мне надо будет смотреть, насколько хватит там у него провода. Потому что вот она будет, как называется-то, розетка. Но сегодня мне его доставили. Целый день ждала, ждала. Просто мучилась, честно, мучилась в ожидании, пока мне его привезут. И выдохнула. Выдохнула я, когда его уже привезли. Вот она коробочка от него. Ее я со мной и куда-нибудь, скорее всего, под кровать. Потому что это может еще пригодиться. Можно просто молиться на этот холодильник. Посмотрим. Где он там был? Этот холодильник в ретро-стиле. Был в трех расцветках. Красный, черный и белый. Я выбрала классику белый. Потому что не хотела, чтобы было какое-то очень яркое пятно в комнате. Вот. А какой бы выбрали вы? Тут, видите, все еще заклеено. Потому что, ну, все новенькое. Там инструкция. Можно было бы, в принципе, купить холодильник какой-нибудь поддержанный у студентов общаги. Потому что очень многие продают эти холодильники. Но они разлетаются, как горячие пирожки. Поэтому проще, как мне показалось, купить в магазине. Купила я его в ДНС. Конкретно эту марку можно найти, зайдя на сайт. Вот, кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, сколько стоит этот холодильничек. Кто будет ближе всего к правде, поставлю сердечко на ваш ответ. Вот такая вот небольшая морозилочка. Кстати, даже сама случайно сейчас вот так вот открыла верх. Даже не думала, что она будет вот так загибаться туда. Кстати, очень удобно. Осталось узнать, о чем нам глаголят в этой книжечке. Меня, конечно же, интересует, как его подключить, где находится провод. Надо все это почитать сейчас. Потому что я сама никогда не покупала холодильники. И все, что у меня в квартире делалось, это делалось, конечно же, родителями. Поэтому это мой первый, собственно, купленный холодильник. Вот тут написано, что после транспортировки не подключать холодильник к сети в течение шести часов. Но сейчас, наверное, прошло уже часа три, как мне его привезли. И я тут просто еще за продуктами ходила и гуляла. Так что еще подождать немножечко, вымыть его, как написано, подобрать ему нужное место. В идеале, конечно, было бы здесь, но у меня вопрос к шнуру, дотянется ли он, собственно, или нет. Потом нужно, вот видите, внизу написано, отрегулировать ножки. Да, он сейчас шатается. Вот так вот. Вот так вот. Это страшно, но вроде я вытаскиваю что-то. О, а я думала, где же оно находится, наконец-то нашла. Не хватает, значит, нужен приходник будет. Ну, либо сюда его ставить. Тоже не оставало. Значит, надо переходник. Появилась еще идея подвинуть вот этот вот шкаф, вот, насколько это возможно до выключателя, и между двумя шкафами поставить холодильник. И тогда он, по идее, должен влезть в эту резетку, дотянуться. Но я не уверена. Между стенами и холодильником должно быть 10 сантиметров. Чего-то у меня не получается. Видимо, двигать придется обратно. Я думала впихнуть как-то вот сюда, но нет. Места не хватает. Стоит впритык, и этих 10 сантиметров нет. Это все из-за вот этой розетки. Ну вот, будто бы ничего и не было, ничего и не случалось. Никакого великого переселения народов. Общага – это когда постоянно что-то дымит и горит на нашем втором этаже. Что происходит, непонятно. Но из-за этого может сработать пожарная сигнализация. Вот там, если приглядеться, все в дыму. Дымища, вонища. История такова. Просто кто-то готовил на кухне и, видимо, не доглядел. И, соответственно, дымища, запах едут пожарные. Это не есть хорошо, потому что это, по факту, ну, ложный вызов. Ну, так как вот эти вот датчики, они очень хорошо реагируют. И постоянно к нам наведываются пожарные. Такая вот она общажная жизнь. Временная конструкция – это все, до чего додумался мозг гуманитария. Это чтобы, если дверь открываешь, если дверь не уследил, чтобы оно ударялось мягким. Иначе холодильник можно угробить. Здесь очень резко бывают двери открываются и закрываются, потому что я очень часто открываю окна, проветриваю, и оно может, ну, улететь дверь. Поэтому гуманитарный мозг нашел вот такой вот выход из ситуации. И заранее отвечая на вопрос, почему нельзя оставить вот так вот холодильник, потому что по санпинам дверь не открывается до конца. Соответственно, здесь ничего не имеет права стоять. Да и, в принципе, двигать нам, как сказал комендант, сказала наша коменда, наша коменда. Нельзя ничего двигать. До покупки удлинителя вот постоит он у меня здесь. Потом, конечно же, он будет здесь стоять. Здесь его родное и законное место. Ну что, прошло у нас шесть часов с момента, когда мне привезли холодильник. Сказал пуск электрик. Нет, сожди. Поехали, сказал Гагарин. Вот он, звук счастливого студента. Вы сейчас даже не представляете, насколько это счастье, вот просто загружать продукты в свой холодильник. Я даже раньше и не думала об этом, что я буду радоваться вот таким вот мелочам. Я сейчас просто с удовольствием загружу продукты туда. Ну что, готовы увидеть, что такое настоящий студенческий холодильник? Что в нём? Хотя я вам показывала уже общажный холодильник. Но посмотрите такую социологическую выборку. Вот так вот он выглядит. Уже всё я всё поставила в него. Что купила, что было. В морозилке тоже всё уже занято. Замечательно, правда? И душа радуется. Ну что сказать. Рада я. Очень рада. Так что те, кто писал в комментариях, Ксюша, купи холодильник. Ксюша купила холодильник. Это прям то, чего очень не хватало. Я даже не представляю, как я прожила эти два месяца без холодильника. Ну, с холодильником, но общажным. Там, где места очень мало на полочке общей. Ума не приложу. Ну вот как это справлялось? Это ещё было очень хорошо, что он в принципе там был. Потому что на этажах, которые выше, там этого ничего нет. Кстати, приложу здесь видео, какие кухни на более высоких этажах я там была. Так что посмотрите. Ну и спасибо за то, что вы уделили время просмотру этого сюжета. Не забывайте писать комментарии. Это очень важно. Это поддержка лично для меня. И мы с вами увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Так, тринадцатый этаж у нас кухня. Ну да, кстати, как-то получше даже, да? Ну тут, в принципе, да, похоже всё. Это воду не закрывает до конца. Угу. Это стремя, да? Поднимает. Так, это у нас четырнадцатый этаж. Так, это у нас четырнадцатый этаж. Ну тут. Продолжение следует...